Меня зовут Игорь. Я сегодня расскажу вам про космический корабль, который взлетел, но не так, как мы хотели. На задаче сегментации машин для карваны на кегле. Сначала я расскажу про команду, которая у нас собралась совершенно неожиданно. Потом про проблему, покажу данные, проблемы, которые были в этих данных, командный наш подход, проблемы, которые получились на выходе. Ну, а потом расскажу про решение нескольких команд, которые были выше нас. Значит, получилось так, что сначала я хотел попробовать какие-то свои идеи в этой задаче, без никаких фолдов, без ничего, решая с одной моделью и с критическим learning rate изменения. Я начал решать ее, ну и в итоге получилось совершенно хорошо. А потом так же хорошо было примерно у этих людей. И так получилось, так стали звезды, что мы в один прекрасный день решили взять и давайте соберем большую-большую команду и сделаем супер ансамбль, который должен куда-то взлететь. Ну, куда он взлетел, покажу чуть дальше. Состав достаточно, вроде как сильный, два грандмастера и все остальные эксперты. Вот, значит, продолжаем. Значит, проблема. Есть такая компания Carvana, она занимается тем, что… Ну, это стартап, который занимается продажей машин. Они эти машины фотографируют на платформе, которая вращается. Платформа вращается, 16 позиций фиксируется. И дальше специальный обученный человек, Photoshop гуру, который получает очень много денег за эту свою работу, занимается тем, что попиксельно выводит маску для машины, для того, чтобы потом машину вырезать и поставить на какой-нибудь красный фон типа бархата или чего-то еще. Ну, получается так, что машин много, 16 проекций много, человек получает много. Ну, и много-намного-намного, много в кубе получается. В общем, решили автоматизировать эту задачу. Это пример, собственно, данных. Были предоставлены вот такие вот машинки, вот такие масочки и машинка с масочкой. Всего было в тренировочной выборке 5100, ну, 5088 картинок, пар. Маска, картинка. Они были в таком специическом разрешении 1280 на 1918. Половину соревнования, даже большую часть, оказалось так, что картинки были не в хорошем качестве, они были слишком скомпрессированы. И JPEG качество было 55, а потом выложили чуть побольше. Тренировочная выборка была огромная по сравнению с тестовой, точнее, тестовой была огромной по сравнению с тренировочной. Их было целых 100 тысяч таких же картинок. Мера, по которой считался лидерборд, это была DICE. Ее, собственно, оптимизировали почти все. Вот, собственно, такие сэмплы были в этом датасете. Есть машина, вращается, и много разных ракурсов ее, 16 штук целых. Также были предоставлены метаданные, где были представлены марки машин, цвета и всякое остальное. По сути, это была очень бесполезная информация. Ее все использовали, кто пытался ее, кто не очень, но она была реально бесполезной. Какие были проблемы? Проблемы с первого, вот, глядя на это все. Очень высокое разрешение. Уменьшая разрешение, обучая всякие сети на более низком разрешении, мы теряли контур. Можно было для этого решать задачу с улучшением контура, но это было не в лоб. В лоб было решать ее на большом разрешении. Эпоха для такого разрешения, соответственно, длилась от 1 до 2 часа, в зависимости от железа, которое было. Для того, чтобы предсказать все эти 100 тысяч картинок в тесте, это занимало с мультисрейтингом, с оптимизацией совсем-совсем, от 6 до 8 часов тоже. Конвертировалось все в такую, делалось равный length encoding в конце, и эти маски преобразовывались в последовательность чисел. Кроме того, малый батч. Ну, в принципе, как оказалось потом, что это не такая уж большая проблема, потому что данные совершенно чистые были, и даже такой малый батч достаточно хорошо работал. Ну, и поначалу была точность лидерборды 2 знака после запятой. То есть в первый же день, во второй день у всех было 97 на лидерборде. При том, что потом оказалась такая еще проблема, что они не обрезали точность, а они ее округляли в большую сторону. И просто у всех была одинаковая скорость, ничего не менялось. В итоге, спустя несколько недель, они таки добавили третий знак, и стала более ясная картина. Ну, и пофиксили, собственно, эту проблему с тем, что они округляли. Что они не округляли, а не обрезали. Да. Значит, с чего начал я? Я начал с того, что попробовать стандартный такой подход. Encoder, decoder, UNET, который много где работал, почти везде, при том, что здесь не нужно стащить семантику. На полном разрешении, с агументациями, со всем-совсем-совсем, и с циклическим learning rate. И на выходе потом это все предиктить с TTA 2. С флипами вправо-влево. То есть оригинал и потом развернутую картинку. Получалось достаточно хорошо. Пробовал еще Condition Randal Fills. Ничего не дало. Это для постпроцессинга, для того, чтобы улучшать края, антенны, и всякие эффекты убирать. Никаких ложных срабатываний не было, а края были достаточно хорошие. А внутри там были свои проблемы, которые я скажу дальше чуть-чуть. Пробовал еще фильтрацию биллениарную, и тоже ничего не дало. Оно размывало всякие размытия, эрозии, тоже ничего не давали. Они не только ухудшали результаты. Пробовал еще модные нынче state-of-the-art подходы типа PSP.net, Link.net, 100-layer tiramisu. Все очень медленно, все очень-очень медленно. Даже использование титанов очень медленно. Одна картинка, бач, одна картинка тянется в вечность. Просто вообще. Такой же подход, точнее, не такой же подход, похожий подход был у Алекса. Он использовал U.net для первоначальной разметки, а дальше он использовал Refinet для того, чтобы предсказывать. Если я делал обучение на полном разрешении, дополняя его, точнее растягивая его до разрешения 1280-1920, то он делал обучение на кропах с аугментациями, которые приведены, на большом батче с аккумуляцией градиентов, а также псевдо-лейблингом. Лосс был, по сути, стандартный, который был практически у всех, от первого места до самого последнего, наверное. Это был Binary Cross-Enthropy Dice. Одно падает, другое растет, поэтому из одного вычитаем другое. У него было 6 фолдов. У меня была одна модель, которая обучалась, по сути, циклическим learning rate, и выбирала самое лучшее. Никаких ансамблей у меня не было. Предсказание происходило на полном разрешении. Был еще Алексей. У него был тоже Unet. Ну, точнее, не Unet, а Cygnet. Он брал на основе VGG-16 с бач-нормализацией, он брал такую архитектуру, сверху приделывал голову, которая почти везде у всех была, по сути, стандартная. Обучался на кропах, с флипами, зумами, поворотами. Не знаю, зачем многие использовали повороты, потому что все машины были в горизонтальном положении, и они не были перевернуты. Поэтому, не знаю, особо это давало что-то или не давало. 5 фолдов, предсказание на полном разрешении было тоже. Был такой герой Кегла ZF Turbo, Рома. И у него было тоже Unet. Унет, он брал картинку, дополнял ее нулями, двумя полосочками сверху и снизу. Делал флипы, зумы, повороты, а еще он делал баундинг-боксы. Он обучал сначала одну эпоху Unet, потом этим Unet делал предсказание своего трейна, трейн кропал, и дальше на этих кропах учил следующий Unet. Тоже было у него 5 фолдов, и предсказание у него было тест-тайм-агментейшн, 6 разных аугментаций у него было. И флипы, и зумы, и баундинг-боксы, и всего четко не было. Был еще Илья. У Ильи был, как ни странно, Unet. Unet, который он учил на разрешении 1424, и это был Resize. А еще он учился на разрешении на картинках, которые были в плохом качестве. Как он сказал, хорошее качество, ничего ему не дало. Попробовал, получилось. Аугментации, флипы, зумы, сдвиги в пространстве HSV. Batch 4 использовал такой вот хитрый, нынче новомодная штука, называется Batch Enormalization. Попробовал ее, у него она получилась достаточно хорошо. И никаких ДТА у него не было. Хотя мы ему советовали. Хотя у него так много было аугментаций. Был еще Дмитрий Ларко. Он использовал тоже Unet. У него был очень хитрый подход к обучению. Он брал кропы 600 на 600, из которых брал кропы 576 на 576. На них обучался. 5 фолдов. И, собственно, было какое-нибудь ДТА на преддикте. Тоже был Unet. Был там еще один участник, но он нам не рассказал, что у него было. Что мы сделали потом? Как это все завести в одну большую махину, чтобы она взлетела? Была идея номер раз. Это собрать это все. Просто сложить и посмотреть, что будет. Как собирать это все, мы не знали. Мы долго думали, потому что сабмит у нас был в закодированном виде. При кодировке у нас маска бинаризируется. Поэтому в итоге решили сохранять это все в PNG. При этом сохраняя PNG в такой, чтобы особо это много места не занимало, потому что это нужно было хороший precision иметь. А еще хотелось бы, чтобы можно было как-то с этим работать. В итоге сохраняли это все в PNG, в котором это все кодировали. То есть по сути маски хранили мы в PNG. Весь 56 разрядов там было. Пробовали мы складывать это все усреднением. Ну, дало результат какой-то. Был, в принципе, на уровне, как у всех остальных. То есть поскольку архитектуры были подобные, то особого прироста не давало. Была идея еще сделать это все в модель второго уровня, завернуть. Модель второго уровня у нас была очень странная такая. Это у нас был многослойный юнет, на вход которого попадали предикты со всех наших моделей. А на выходе у нас была одна маска. И была идея такая, что сеть должна была выучить все то, все наши ошибки, которые допускали наши сети. Ну, и оно дало хороший результат. Но, в принципе, мы чуть оверфитнулись. Подальше мы пробовали еще взвешивать по аутофолду. Тоже дало что-то. Дало тоже результат. В итоге, да, сейчас я расскажу про проблемы. Там потом начали смотреть, что у нас не так глазами. Оказалось, что в данных, данные размечали разные люди. И одни люди считали, что дырки – это часть маски, поэтому у разных людей происходила такая штука, что у кого-то дырки были, у кого-то были дырки в других местах. Это в дисках. Это в дисках на колесах. У кого-то дырки были круглые, у кого-то их вообще не было. Ну, как правильно? Мы спросили у организаторов. Организаторы сказали, ну, дырок не должно быть, но вы же понимаете, что в тесте они есть. Поэтому решайте сами, где они должны быть, где они должны быть. Ну, в общем, кто выучил хорошо разметку трейна, тот и, собственно, получил эти плюс пару пикселей. Вот. Какие еще были проблемы? Потом оказалось, что в тесте есть белая машина. Белая машина, которая сливается чисто полностью с фоном. Ну, вот так вот. И когда сеть ее видит, поскольку в трейне не было никаких белых машин, особенно таких больших, то сеть начала думать, что это не микроавтобус, а что это трак. Ну, и получалась вот примерно вот такая вот штука, что есть заднее колесо и что-то такое. У кого-то… Ну, да, то есть колеса есть, передок есть, а зада, ну, у кого как. Были люди, которые на форуме выложили такую штуку. Вот, я нашел эту машину, а давайте мы сделаем только для этой машины. Типа, если эта машина у нас попадает, то мы берем и замыкаем этот контур. Такой вот очень хитрый трюк. Это, наверное, дало там плюс две тысячные в итоге кому-то. И это, наверное, две тысячные, может быть, за счет этого нас и обошли. Ну, может быть и нет. Вот, ну, делали, пытались по-разному эту машину обойти. В итоге, что получилось, непонятно. Мы решили на нее забить большой-большой болт, потому что машин слишком много. Вот. Так был, выглядел лидерборд до. Вот буквально за несколько секунд до дедлайна. Мы были на 11 месте, мы были высоко до этого, мы упали. Но мы надеялись, что у нас большой ансамбль, много моделей, много разных моделей. И отставание вот в эти вот, в одну десятитысячную, в две десятиты, в полторы десятиты. Ну, в общем, в четвертом знаке. Отставание до первого места. Мы думали, что, может быть, не на первой, но хотя бы там в тройку, в пятерку мы сможем попасть. Ну, остаться хотя бы в золоте. Потому что много людей спереди, они были с одиночными, ну, у них были подобные модели. В общем, надежды были, но надежды пролить. Да. Где что? А, десятая. Это, я не знаю, почему так. Это, в общем, проблемы кегла. Да. Может быть, после, а может быть, перед, а может быть, просто потому, что появился private, который сделал нам эти минус 12, которые здесь и остались. Вот. В общем, мы упали в итоге на 23 место. С отставанием, ну, по сути, в те же несколько десятитысячных до первого места. Да, было порядка тысячи участников. Да, было тысяча участников примерно, там, 700, 800 где-то так. Вот. Что было не так? То есть, для меня победное решение в этом соревновании, это было решение третьего места, который сделал, который сделал одиночную модель, но тот же юнет он сделал, но в котором использовал делейтед конволюшенс. Вот здесь он поставил вот такую вот штуку умную, которая позволила ему взять и получить score для третьего места. У него было псевдолейблинг, до которого мы так и не дошли, руки не дошли. Он использовал очень хитрую рискейл из картинок и почему-то у него было 5 фолдов на одном разрешении, 6 на другом. Но вот как-то так, аугментировав только флипами и с батчем один, этот человек смог прорваться в топ-3. Хотя реально это очень гениальное решение, по-моему. А есть первое решение, которое взяли, по сути, такой же зоопарк моделей, который был у нас, только в отличие от нас всех, которые взяли модели и обучали их с нуля, они использовали предобученные головы. Это эти как раз предобученные головы, они им дали вот этот вот прирост в десятитысячную. Вот как-то так. Да, выложили этот код этого солюшена. Я видел тоже, даже не сегодня, а вчера, по-моему. Я его посмотрю тоже. Но по сути, все, что тут есть из такого уникального, это то, что здесь использовался предобученные головы. То есть главное, это то место, с которого начать. В общем, это все. Спасибо большое. Что бы ты сейчас сделал по-другому? Да. Начал бы с этого. То есть есть такая штука, псевдолейблинг. Я бы, наверное, его так и сделал. Я бы пытался делать, но я его делал просто в лоб. Я его не делал по уму. По уму значит, что я брал все, что у меня было в тесте, предиктенное, и я его докидывал в трейн и на нем обучался. На другой модели. Но по большому счету нужно было делать, ну вот люди делали как? Они глазами смотрели, смотрели, что у них хорошо, и хорошие сэмплы добавляли себе туда. То есть там, где модель была уверена. Ну, это просмотреть 100 тысяч картинок. Я когда-то на рыбках, когда на кайгле было, я смотрел рыбок, у меня глаза лезли на лоб, вот 12 тысяч картинок. А здесь в машинке, ну да, но 100 тысяч все равно. Это достаточно много. Ну и попробовать вот hard negative mining, это тоже достаточно такая штука интересная. Она может что-то дает, но сравнения с ним и без я не видел, поэтому сказать, что лучше, что хуже, не могу. А как бы ты спринял глазами, но это у тебя там разница была в паре пикселей? Разница в паре пикселей, там в общем, там есть, в общем, в чем сети часто у всех ошибались. Они ошибались, вот, например, дырки в колесах. Они могут быть какие-то порезанные, покоцанные или что-то еще. Покоцанные. Да, покоцанные. Ну, где-то вот они вот такие, где-то вот такие, где-то такие, где-то сеть не уверена. Вот, была проблема еще с антеннами. У машин есть антенны, антенны при рискейле, они теряют свою толщину, хотя они не так, там пару пикселей всего буквально. Был человек, который сделал такую, достаточно непонятную для меня, ну как, она понятная, и может быть, это ему что-то дало, но он брал, находил антенны на масках своих, находил кусочки антенны, а потом их просто соединял линией. Потому что модель, она могла, по сути, кусочки антенны только нормально предсказать. Да, неполную линию. Была проблема еще с рейлингами. Рейлинги никто не знал, нужна там делать дырку или не нужно делать дырку. То есть фон, который в рейлинге, это часть маски или часть машины. Это был вопрос. Ну, нужно было глазами посмотреть, или вот, например, вот здесь тоже видно, что здесь сеть не очень уверена. Еще вопрос. До сколько человек может отличить результат твоего решения и первое место? На глаз? На глаз, да. Я думаю, только вот на вот этой машине, наверное, можно определить наверняка. Хотя я не знаю, я не видел, как у них в первом месте работает на этой машине. Если, конечно, не использовали решение друга этого Сингапура, который взял и сказал, если машина такая, давайте зальем ее целиком и полностью. То есть в нашей церкви один одна машина затащила? Ну, здесь реально одна машина затащила, потому что я попробовал сделать то же самое при процессинге. У меня получилась вот такая вот штука. Но, опять-таки, этот процессинг был только для этой машины. То есть то же самое, только чуть-чуть в мире. А почему такое произошло? Потому что машина была белая. И фон был очень близкий к этому. И вот там не была видна граница. Сеть выучила, что есть машины типа пикап, есть микроавтобусы. И она думала, что это просто пикап. И это видно достаточно вот здесь хорошо. Вот на этом краю, что здесь кромка прямая, а здесь вот что-то такое непонятное, откушенное. Да. Прикольно. В принципе, спасибо за доклад. У меня был такой более технический вопрос. Точнее, не технический даже, а по лидер-борду. Вообще, насколько ваш ансамбль в знаках после запятой отличался от лучшей сингл-модели? И кто из вас, кстати, лучше сделал сингл-модель? У меня была лучшая сингл-модель. Красава. Да. У меня была лучшая модель. Она давала вот 0.9, 9, 6, 9 как раз. Она и давала. Ну, может быть, там в пятом знаке. Она у нас… То есть, по сути, поначалу, когда мы начали это все, то у нас как бы оказалось так, что я делаю сингл-модель, естественно, делают фолды. У всех есть аутофолд. У меня аутофолда нет. У кого-то есть еще сингл-модель. Но сингл-модель тоже без аутофолд. В итоге это была большая проблема для нас тоже в итоге в этом ансамбле. То ли у меня, то ли у кого-то еще там был один из самых больших весов в этом ансамбле. Но в итоге получилось вот так вот. Сеть наша, которая должна была выучить наши ошибки, она не взлетела. Она выучила твои ошибки, да? Ну, она выучила общие ошибки. То есть, можно сказать, что раз у тебя была лучшая сингл-модель, то гранд-мастера просто к тебе приконнектились в команду. Ну, там плотность, как видно, здесь в каком знаке. Тут вот просто это, наверное, где-то, да, где-то пиксель на картинку. Потому что разница вот тут не показана, но реально там считали, что между первым и вторым местом там разница один пиксель на картинку. Примерно как на инстакарте. То есть там 100 тысяч пикселей на всю… Это сайт. Уровень. Поздравляю. Спасибо. Вечерное запытание. Ну, вот одядяка ему, Игорь. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ